Весна, птички поют и скоро экзамены. Меня зовут Алексей Егоров, я кандидат исторических наук и репетитор по обществознанию и истории с 12-летним стажем. Самый популярный предмет по выбору среди выпускников. Это общество знания. Сегодня я покажу, как можно решать задание номер 21 на ОГЭ по обществознанию. Это задание предполагает работу с текстом, а именно составление плана. Согласись, но урока в школе не часто этому учат. Обычно ты получаешь свои оценки за то, что составляешь конспект, отвечаешь на вопросы самостоятельные, которые наверняка можно списать, либо отвечаешь на вопросы в конце параграфа, которые тоже можно списать. В этом я, конечно, не виню своих коллег-учителей, потому что они очень и очень загружены и на уроках, и разного рода бумажной галагиды. Теперь открываем сборник тестов от Велисковой и начинаем работать с текстом. Первый совет. Внимательно читайте текст задания. В этом варианте нас просят выделить основные смысловые фрагменты текста. Текст небольшой, поэтому для каждого абзаца мы придумаем свой пункт. А бывают задания, в которых вас просят озаглавить каждую статью документа. И тогда, сколько бы не было статей, для каждой из них вы придумаете свой пункт. Второй совет. Ищите в каждом абзаце ключевые понятия. Например, в первом отрывке это понятие семья, моральные ценности и нормы поведения. Я заваглавлю его. Роль семьи, формирование моральных ценностей и норм поведения. Второй абзац начинается со слов ученые выявили пять основных факторов, определяющих семейную жизнь. И это слишком длинно до плана. Сократим до факторы, определяющие семейную жизнь. Третьим абзацем речь идет о социальном окружении и его влиянии на формирование отклоняющегося поведения. Так и назовем данный пункт. Социальное окружение и отклоняющееся поведение. И наконец, в последнем абзаце я встречаю фразу конфликт норм и ценностей. И это все в контексте разговора о современном обществе. Поэтому я заглавлю его так. Конфликт норм и ценностей в современном обществе. Если вдруг текст вам попался сложный, то вы никак не можете его нормально заглавить, посмотрите на следующее задание варианта. Например, в вопросе номер 22 этого варианта мы встречаем понятие факторы неблагополучных отношений в семье, а также конфликт норм и ценностей, отклоняющееся поведение. Таким образом, два-три пункта плана мы можем взять прямо из последующих заданий. Другими словами, вторая часть несложная. Даже не имея особых знаний, мы можем легко решить ее и заработать свои баллы, просто внимательно читая текст. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк, оформь подписку и напиши в комментариях свой вопрос. Я обязательно на него отвечу. Здесь же в комментариях ты можешь записаться ко мне на пробное занятие. Я работаю онлайн, на платформах скайп или дискорд, без предоплат, без посредников, только ты, я и мои любимые предметы. Общество знания и история. До встречи!